итак друзья взял себе новенький аппаратик это peugeot 206 2006 года на автомате сейчас первая поездка еду машинка конечно из бюджетного класса такого в ней ничего классного нету едет бодренько принципе перебранная но пробег уже наверно не слабый на доме 3 215 тысяч автомат едет хорошо но есть у него какие-то приколы то он тыкнет что-нибудь то слишком жестко переключится бывает мягенько все это делает машинка прикольная сейчас доеду до места все покажу но ощущение все-таки бюджетный класс бюджетная машинка наверно свою функцию будет выполнять первое ощущение все равно приятные часу по ночному питеру едут все светится все прикольно вот она эта машинка у нас выглядит внешне не очень согласитесь я так понимаю сюда какой-то небольшой удар пришелся или было два приехала эти два крылатки и зазоры я наверно не буду менять все таки я их постараюсь выровнять если не получится то поменяем фары уже заменены решеточку это надо будет спаять сделать так ждут по зазорчиком выровнив сюда вот у нас пластик ставится я его уже заказал вот забрать 700 рублей крышечку заказал тоже ставим 500 рублей цвет красный у нее прикольный но это единственный плюс здесь у нас получается все мяты знаете что смогу подтяну естественно здесь тепло тканью залепаем крышка багажника тоже мятая везде лакс лазит вообще абсолютно везде вот здесь на крышу полностью слез лак вода не чистил здесь дырки нет но конечно на порогах есть небольшие дырочки надо их будет либо делать либо не делать сейчас откроем ее салончику тоже с ключа открывается точнее с кнопки открывается закрывается салон грязнющий у нас здесь от грязь везде это надо будет отмыть и тогда будет приятненько вот такой вот интересный салон не прикалывает этот красный вставочки красный салон красные вставочки руль особо не затерт и так в принципе состояние нормально будет когда от моется ну и в пути и сразу отправим сейчас вам покажу еще один вариантик я сейчас сделаю тоже про него расскажу по поводу этой машины за 200 взяли автомат 16 с документами но собственно не сказал что там коробка блин ошибку выдает я ее только сейчас увидел а вот второй вариантик у нас коробка сделаем займемся вот этим вариантом занимаемся вот этим вот варианте ком я уже вышкурил его все взял за 60 было у него угаренная крышка задняя стекло разбито крышку за 3 рубля взял и фонарь за 1000 повезло все в одном месте хотя запчасти кузовня так уже мало и остается здесь подтянул подровнял везде шпатлевочку такой маленький ритузик его так называю ритузик маленький смешной опилек но тоже от собственника на ходу с документами все в порядке нужно тормоза прокачивать и в идеале сцепление менять естественно салончик отмоется он такой принципе не зачуханный особо ну как бы видно старый надо его отмыть и подкрасить вот этот пластик тут вот слазит тоже надо покрасить в общем по салончику где надо подкрасить и будет приятненько машинку рублей за 150 красочку взял полный перекрас две недели работы тут полностью пришлось снимать слой краски час отмывал баллончиком покрасили а я час отмывал растворителем все это дело получилось неплохо но он более-менее кстати ровненький сам это интересно и не особо много шпатлевки на него ушло краски взял литр густой разбавлю растворителем и будет где-то литр 500 литр 700 вот так вот такой тоже вариантик у меня есть покрашу естественно вам покажу что получилось ну что машинка подготовлено обезжирена сейчас начинаем красить на результате я вам покажу вот такая машинка у нас получилось примерно получается сегодня у нас четверг я начал в прошлый вторник он получается где-то всем рабочих дней вот такой результат получился есть конечно косячки куда без них но шагрей главное какая красивая получилось у нас можно сказать даже не нужно полировать на этот раз цвет красивый камера не передает бирюзов а по цвету почему-то получается какой-то синий вот такой вот результате классный машинка прикольно из косячков вот тут я что-то накосячил это все криво получилось надо было снять салончик такой получился немножко почистил торнадо у меня сломался поэтому не получилось сделать такой вид как у новой машины сзади все собрал тоже багажник собрал тут покрасил ну да не смотрите на это это не моя тема тут несколько слоев раз слой 2 слой 3 не моя тема ну в общем и целом все машинка на ходу и отправится отправится в путешествие дальше вот так вот такой вот вариант шагрень как вас очень нравится все следующий проектик загнан в мастерскую сейчас постараюсь повыравнивать эти все зазорчик попробуем выставить хорошо фары уже заменены это радует ну и так может какие-нибудь вмятинки поубираю вот здесь вот вмятинка тоже такая неприятно купил себе обратно молоток буду испытывать на вот этих вещах такие неприятности тут здесь вообще вся кромка заметно попытаюсь немножко выровнять зазорчик полностью выставил зазорчик красивенький останется чуть-чуть под шпатлевать и будет отлично также здесь выровнял зазорчик шпатлевать и накинуть ну вот доказательства что мы как обычно чем-то занимаемся веселым это вот прочистили бедро бок поменяли там соленоиды местами но и будет замена масла заодно и думаю что я такого никогда не видел чтобы лак вот так вот слазил и он везде и вот этот заводской лак и который вот переходе к 2 тоже также слазит здесь на крыше вообще уже лака нет придется похоже всю машину так счищать это трэш ну что друзья как мы видим все уже собрано немножко пришлось замудохаться два вечера потрачено ну сегодня третий вечер так по сути сегодня полтора часика там все перебрали соленоиды и сами поменяли надо конечно их новый ставить ну естественно они работали так было профилактика масло заменено в коробке на хорошее mobile lt как положено все проблема была почитали ошибку в датчике давление масла стоит этот датчик от 30 до 40 тысяч оригинал и еще его ждать надо месяц то есть цена такая вот безумная кое-как нашел естественно надо оригинал ставить все эти заменители которые там есть это все китай если повезет и он будет работать то будет работать недолго нашел на евро авто за 5000 там немножко проводок был надорван поэтому такая цена в основном на евро авто они по 10 тысяч рублей несколько штук там есть заменил машинка поехала все плавненько ничего ну как вот как должна работать так работает симптом был какой ошибку выдавала по коробке и так как он неправильное давление выдавал у него были жесткие пинки еще какие-то затормаживания чего только там не было разные симптомы сейчас все ушло все работает идеально по коробочке все сейчас уже начнем заниматься дальше кузовом полностью вышкуриваю матую где надо выравниваю шпатлю грунту и крашу все как обычно так что цена будет у машинки хорошая потому что машинка целая тут даже лобовое как я говорил оригинальная стоит в принципе не затертый салончик цена у машинки будет хорошая в районе 400 тысяч рублей сделаем покрасим будет для личка уже друзья машина полностью зашпатлевана подготовлена ушло на это примерно 5 дней получилось неплохо не очень идеально не очень ровно но в целом пойдет сейчас антигравий на пороге кидаю оклеиваю крашу чем по расчетам еще у меня неделя уйдет покраска сборка и плюс помыть салон результатик покажу ну все машинка покрашена конечно результат естественно покажу вам позже сейчас займемся салончиком от моем посмотрите как он грязный ну и вот он до сравнения вот этого дверца от моем покажу вам и ну еще хотел сказать что опель курса продана за 70 взял за 140 ушла продавалась не знаю я за 190 поставил поэтому особо звонков не было немножко скинул и от продал считайте сами продолжаем работу сюда бы небольшой лак от строительный фен и вот чтобы убрать вот такое вот изобразие можно просто прогреть его феном и пошла быстро убирается сам это важно один проход и все становится как новенькая потом почистим и будет идеально да друзья проектик закончен всего про все у меня ушло три рабочих недели как вы помните когда она была и как она сейчас конечно два разных автомобиля на глядечка просто гадочки работой нежно смотрится шикарно блестит ни одного подтека есть конечно так приглядываться видно что крашеная в идеале его полирнуть ну как есть так есть салончик вот такой получился у нас красные сидушки шикарно смотрится согласитесь вот этот салончик мне очень нравится на следующей модели уже не так ну чё в целом машинка не гнилая ничего такого мне страшного нету тут все тоже покрашено выставляю на продажу там посмотрим за сколько она уйдет времени поставлю 1400 может 410 с торгом цена хорошая пробег у нее 215 тысяч все починено в автомате масло поменяем датчик поменял теперь не купит не пинается в общем отличная машинка вложение не требует а и а и 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 Ну что, фишка продана, продавалась она 3 недели, звонков мало, поставил ее вначале за 410, потом пришлось опускать ценничек, очень много людей приезжало, смотрело, что-то их не устраивало, машинка, блин, офигенная, это единственная, наверное, машинка, которая была прикольная, я ее действительно оценивал в эту стоимость, в итоге, получается, приехал подборщик, подборщик с Украины, сюда переехал, здесь вот подборщиком подрабатывает, к нему обратилась девочка, подобрал он ей, посоветовал, все показал, прокатились, ну и сторговались за 340 тысяч рублей, машинка уехала, все прекрасно, никаких жалоб не было, ничего, так, что еще, вообще машинки что-то плохо стали продаваться, хотя, ну, я продаю по старым ценникам, можно сказать, это не завышенные ценники, это не новый рынок абсолютно, вот, но просмотров мало, звонков мало, продавал еще Opel Corsa 2008 года, больше месяца она у меня висела, получилось она вообще классно, тоже полный перекрас, взял за 250 и кое-как я и продал за 370, вложил еще тридцатку туда, ну и плюс две недели работы, очень сложный проект был, получилось прекрасно, состояние новый, кондиционер работал, все, месяц продавалось, вообще никому нафиг не интересно, по-моему она даже не месяц, даже два месяца она у меня продавалась, никому не нужно было, и вот в следующем видео, посмотрите, Volvo тоже купил, красненькая, 2007 года, прекрасно смотрится, но это уже в новом видео, посмотрите, там тоже интересные нюансы будут, а на этом видео заканчивается, всем хорошего настроения и пока!